МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялась встреча по благоустройству Томилинского лесопарка. В первую очередь, конечно, нужно вспомнить и сказать слава благодарности своим педагогам, учителям, которые вложили знания. В округе чествовали призеров Всероссийской олимпиады школьников. Номера становятся интереснее, гораздо более качественно исполнены, и это не может нас не радовать. Как прошел фестиваль современного танца «Город танцует в парках» смотрите в сюжете. Задача на сезон сыграть хорошо, каждый матч по максимуму выкладывается. Команда у нас с плав молодости и ветеранов. В Люберцах дан старт открытого первенства по футболу. А теперь подробнее об этих и других событиях. В этом году запланировано начало благоустройства Томилинского лесопарка вблизи Большого Люберецкого карьера. Так как лесная зона связывает городской округ с Держинским, при разработке концепции проекта учитывают мнение жителей двух муниципалитетов. На месте, где пройдут работы, с ними организовали встречу. Тему продолжит Луиза Езарян. Проект благоустройства Томилинского лесопарка масштабный. Он охватывает территорию в 30 гектаров и нацелен на то, чтобы удовлетворить запросы всех групп населения. И тех, кто любит тихий отдых в лесу, и тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. У-вторых, эта территория пользуется особой популярностью. На протяжении нескольких десятилетий здесь активно развиваются лыжные гонки. Эта территория изначально передается под использование, именно под благоустройство. Стандартные вопросы, которые всегда нам задают на этих встречах, что у нас тут появятся бетонные какие-то здания, асфальты, что здесь будут строить. Главное условие реализации таких проектов, никаких капитальных зданий, их не будет. Но здание само будет. Будет здание, быстро возводимое, на сваях. Аналогичный проект «Парк лесная опушка» реализован на территории городского округа Люберцы в прошлом году. Сейчас это популярная зона отдыха. Благоустройство выполнено с минимальным вторжением в экосистему. Владимир Волков пригласил участников встречи посетить эту локацию. Если будет большой интерес, наберется 10, 20, 30 человек, мы соберем автобус, отвезем. У нас там электромобили, посадим спокойно, провезем, потому что территория огромная, и вы увидите, как это все реализовано. Жительница Дзержинского, многодетная мама Ирина Коршакова на лесной опушке уже была. А на встрече с жителями она поделилась своими впечатлениями от увиденного. Теперь женщина рада, что такой же лесопарк появится и у них. Мне очень понравился проект. Действительно, очень понравился. Первое, потому что лес остается лесом. И он облагороженным лесом становится. И наши дети будут чувствовать себя в безопасности. А второе, здесь будет приятно заниматься спортом. Вот я, например, и лыжница, и люблю велоспорт. Это подтвердила и российская лыжница Наталья Коростелева. Бронзовый призер Олимпийских игр тренирует в этом лесу будущих чемпионов. Два километра трассы, которая будет освещена, это необходимо, потому что зимой темнеет уже в 4 часа, а дети учатся у нас сейчас до полпятого, и они даже к четырем не всегда успевают на тренировки. Тренировки в нашем лесопарке проходят до 8-9 часов вечера. Это небезопасно. И бывают случаи, что дети сталкиваются с собаками, отлетают в деревья, получают травму. Здесь уже более трех десятилетий существует лыжная трасса. Здесь вырос олимпийский чемпион, не один десяток мастеров спорта. Я надеюсь, что с благоустройством вырастет еще больше спортсменов-мастеров. Я не понимаю, какая может быть еще позиция, помимо развития, помимо возможности для наших детей заниматься спортом, заниматься здоровым образом жизни, всем людям, здесь проживающим, рядом в городе. В концепции проекта – волейбольная площадка, детские игровые и спортивные зоны, туалеты, комната матери и ребенка, освещение и видеонаблюдение. Тропиночную сеть на территории лесопарка обустроят с сохранением корневой системы. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники ознакомились с планами по изменению границ городского округа, а также заслушали доклад об исполнении бюджета за прошедший 2023 год. Об этих и других вопросах в сюжете. В первую очередь депутаты ознакомились с изменениями границ между муниципальными образованиями Люберцы и Раменское. В состав округа планируют включить деревни Островцы и Михнево, поселки Опытное поле и Всероссийский электрический институт имени Ленина, село Верхнее Мечково и Сельцо. Также начнут строительство новых муниципальных объектов. Количество жителей, проживающих в данных населенных пунктах, 17795 человек. В рамках развития городского куберца в текущем году в поселок Кемирный у нас будет построена школа на 900 мест и детский сад на 360 мест. Кроме того, в декабре 2025 года планируется окончание строительства поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание жителей поселка Островцы предусмотрено за счет данной поликлиники. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. После изменения границ жителям не потребуется менять документы. Регистрация останется прежней. Предложение Совет депутатов поддержал единогласно. Также на заседании народные избранники ознакомились с докладом по исполнительной части бюджета городского округа Люберцы за 2023 год. По итогам 2023 года исполнение расходной части бюджета составило 16 миллиардов 600 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ это 16 миллиардов 500 миллионов рублей. На непрограммные расходы 100 миллионов рублей. В течение 2023 года администрации муниципального образования городского округа Люберцы долговые обязательства в виде кредитов не привлекались, цены, банги не выпускались. На заседании присутствовали 28 депутатов. Всего на рассмотрении было 10 вопросов. Среди них – внесение изменений в положение о порядке коммерческого использования жилых помещений и установление норм расходов денежных средств, связанных с исполнением депутатских полномочий. Все решения приняты единогласно. В городском округе состоялась очередная встреча в формате выездной администрации. На этот раз собрание прошло в Березовой роще на улице Космонавтов. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют жители и какие сюрпризы их ждут, узнала наша съемочная группа. Летом встречи выездной администрации проходят на свежем воздухе. Перед ее началом на улице Космонавтов для жителей организовали развлекательную программу с танцами и песнями, посвященную празднику Дню соседей. На этой площадке жители смогли проверить свое здоровье. Работала выездная бригада врачей Люберецкой областной больницы. Все желающие могли сдать анализ крови, пройти осмотр врача, проверить ЭКГ, измерить артериальное и глазное давление. Все хорошо, не надо волноваться. Все волночка. После интерактивной программы во дворе люберчане пообщались с представителями администрации. Жители улицы Космонавтов обратились с просьбой благоустроить любимое место для прогулок – Березовую рощу. Здесь нам нужно просто газон посадить, по дорожке сделать, небольшие изменения. Так как наша Березовая роща является, понимаете, тут для нас партия находится не крыше до шутки. Поэтому для нас Березовой роща это такой маленький уголок в зелень. Мы рассмотрим, как это лучше сделать. Мы выйдем сюда отдельно на место и посмотрим, как лучше сделать. Несмотря на испортившуюся погоду, люберчане продолжали обращаться по разным вопросам – от ЖКХ и здравоохранения до ремонта дорог. Встречи выездной администрации дают возможность получить ответ здесь и сейчас. Марина Киселева приехала из Марусино. Там жители деревни жалуются на поведение водителей общественного транспорта. Постоянно разговаривают по территории. На мои замечания. Они очень агрессивно реагируют. Но, тем не менее, я постоянно делаю замечания. Я разговаривала с начальником транспорта, я так понимаю, транспортного управления. Он в курсе этой проблемы говорит, мы работаем над этим вопросом. Будет дана консультация с руководителями транспортных компаний. И им доведут до сведения. Наши баллы. Такие встречи проходят каждую неделю и затрагивают все поселки и микрорайоны городского округа Люберцы. Информацию о следующих собраниях можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях администрации. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На юбилейной улице приступили к работам по благоустройству дворовой территории. Детская игровая площадка в порядке, двор озеленен. А вот на состояние асфальта и наличие парковочных мест жители попросили обратить внимание. Подробнее расскажем в сюжете. К благоустройству этой дворовой территории на юбилейной улице в 115-м квартале приступили 1 июня. Основную часть подготовительных работ уже выполнили. В этот двор входит комплекс из четырех домов. На данный момент выполнены работы по демонтажу бортовых камней, тротуаров, старого асфальтового покрытия на двух домах. Сейчас ведутся работы на третьем доме. На доме номер 10 ведутся уже монтажные работы по устройству новых бортовых камней, подготовки под асфальтовое покрытие на тротуарах. У соседнего, 11-го дома, тоже демонтировали старый бордюрный камень вдоль тротуара и рядом с входными группами. По просьбам жителей, во дворе увеличат количество парковочных мест. Уже через неделю рабочие приступят к укладке асфальта. После завершения ставки бортов, в первую очередь, начнем тротуары и выходные группы асфальтировать, а потом проезжие части. Всего здесь заасфальтируют более 5000 квадратных метров дворового пространства. Работы по благоустройству завершат к концу июня. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе демонтировали еще один торговый павильон. Основанием для сноса является требование администрации городского округа. У владельца павильона не были оформлены земельно-правовые отношения. Тему продолжит наш корреспондент. Этот торговый объект на Волковской улице появился больше 10 лет назад. Разрешение на его установку у собственника было. Но по стечении срока действия договора администрация Люберец вынесла владельцу предупреждение о демонтаже данного павильона. В добровольном порядке он приступил неделю назад к выполнению работ по демонтажу. В этом году это уже третий случай, когда собственник самостоятельно демонтирует данный объект по предписаниям администрации, проявляет должную осмотрительность. Освободившуюся территорию площадью 97 квадратных метров благоустроят и озеленят. Всего с начала года в городском округе демонтировали уже 36 незаконно возведенных торговых объектов. Такое решение администрации жители поддерживают. Главное, чтобы новенькие не поставили потом. До конца года в Люберцах демонтируют еще три десятка нестационарных павильонов. В первую очередь под снос попадут торговые объекты, установленные вдоль магистралей и не отвечающие требованиям безопасности. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники администрации совместно с руководством Люберецкой областной больницы приняли решение о совместных обходах стационарных отделений и поликлиник городского округа. Цель простая. В режиме диалога получить от пациентов обратную связь для улучшения оказания медицинской помощи. Как прошла встреча в новом формате, расскажут мои коллеги. Даже слов нету. Хорошо. Прекрасно. Руководство больницы вместе с заведующими отделениями и представителями администрации округа пообщались с пациентами регионального сосудистого центра. Узнали их мнение о качестве медицинской помощи и отношении персонала к пациентам. В любом случае, есть вопросы, которые могут решить не только лечебные учреждения, но и администрация городского округа Люберца. Поэтому надеемся на совместное сотрудничество и на позитивное решение данных административных обходов. Пациенты выражали огромную благодарность сотрудникам Люберецкой областной больницы, потому что лечение проходит на высшем уровне. Также пациенты отмечают хорошее отношение самого медицинского персонала к ним. Было одно пожелание – это по досугу. То есть это телевизоры, шашки, шахматы. И всё. Всё остальное у нас хорошо. Такое общение прошло и в конференц-зале поликлинического отделения номер 6 на Назаровской улице. Теперь такие встречи воездной администрации и врачей разной направленности с жителями будут проводиться регулярно. Информация о времени и месте будет опубликовываться на главном сайте больницы и в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В округе провели рейд по борьбе с любителями жарить шашлыки в парках. Его организовали в одном из любимых мест отдыха Люберчан на Наташинских прудах. Об итогах профилактического мероприятия расскажет Богдан Колесников. Большая часть парка сейчас на реконструкции. Но это не мешает некоторым найти в тени деревьев уютное местечко и приготовить шашлык. Сотрудники правоохранительных органов вместе с жителями провели с нарушителями профилактические беседы. Мы хотели бы привлечь наше внимание к проблеме, потому что здесь очень часто в выходные дни, в летний период шашлычники разводят костры, соответственно, тем самым нарушают право других жителей, которые приходят сюда отдохнуть на свежем воздухе. У нас много обращений с жалобами от жителей по поводу несанкционированного разведения костров и жарких шашлыков в неположенных местах. Многие относятся с пониманиями, быстро сами тушат и говорят, что больше не будут этого повторять. Будет рассмотрен вопрос о том, чтобы в рамках реконструкции разместить зону для разведения шашлыков. Из-за высокого риска возникновения природных возгораний, 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Тех, кто разводит огонь в неположенных местах, привлекают к ответственности. Из-за использования открытого огня, использования мангалов и сжигания сухой травянистой растительности влечет наложение административного штрафа. Штраф на физическое лицо от 10 до 20 тысяч рублей, на должностное лицо от 30 до 60 тысяч рублей и на юридическое лицо от 400 до 800 тысяч рублей. На первый раз нарушителей не наказывали. Проводили разъяснительные беседы. Такие рейды в парках и скверах городского округа будут продолжены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Разведение костров и мангалов в парках запрещено. В день эколога люберцы присоединились к всероссийской акции по очистке берегов. Экоактивисты вместе с жителями привели в порядок береговую линию пехорки. Подробнее расскажем в сюжете. Участники акции вооружились мешками и перчатками. Для них забота о природе – жизненный принцип. За несколько часов волонтёры очистили от мусора более полутора километров русла реки. Наш посёлок должен быть всегда чистым. А для того, чтобы он был чистым, мы убираемся. Любовь морали Суворова в экологических акциях участвует каждый год. И неважно, сколько километров предстоит преодолеть. Например, дорога до Красково заняла более двух часов. Акцию «Вода России» нашла сама. То есть в интернете просто нашла их сайт. Решила попробовать. Один раз приехала на мероприятие. Оно проходило ещё в Мытищах, по-моему. Мне очень понравилось. Ну и решила каждый год поддерживать акцию, поддерживать нашу природу прекрасную, которую я очень люблю. Это мне приносит позитив, заряд энергии. И, в общем, я кайфую. В рамках эко-акции собрали более 25 кубов мусора. Его сложили в мешки и для дальнейшей утилизации вывезли на специализированные площадки для приёма отходов. На сегодняшний день это второй этап акции. Первый у нас был на Коренёвском карьере. Из водных объектов мы достаём мебель. Были прецеденты диваны, кресла. Мы достаём самое губительное – это арктехника, это бытовая техника, холодильники с фреоном. Акция очень полюбилась местным жителям. Вместе с жителями мы, кстати, выбираем точки, где будем проводить расчистку водных объектов. В рамках всероссийской акции «Вода России» более сотни люберчан приняли участие в уборке береговой линии реки Пехорки. И это только начало. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Почти четверть века 8 июня в нашей стране чествуют социальных работников. На торжественном собрании, которое провели в музейно-выставочном комплексе, побывали мои коллеги. Сегодня в этом зале собрались люди с доброй душой и большим сердцем, готовые ухаживать за чужими, как за родными. В профессиональный праздник в их адрес звучат слова благодарности и признательности за нелёгкий труд. Найти слова, рассказать, сказать, объяснить – это дорогого стоит, потому что это же не материальные затраты. Это идут энергетические затраты, это чисто интеллектуальные, где-то чисто человеческие, человеческо-эмоциональные затраты. Я даю себе отчёт, что, возможно, когда приходите домой и, как говорят, выжат, как лимон. Это тоже у вас бывает. Поэтому искренне – здоровье, счастье, благополучие, искренне желаю всем нам мира. Это не просто работа, это призвание души. Я вам желаю добра, благополучия, конечно, вам крепкого здоровья. И пусть ваша забота, ваше тёплое сердце всегда находит благодарность в сердцах и в душах других людей. Нина Переляева два десятилетия работает в Люберецком центре помощи семье и детям. Что такое любить, быть гуманным и уметь найти подход к каждому человеку, знает на личном опыте. Если этой любви нет, если нет доброты, то тяжело будет работать. Потому что у нас разные категории людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым приходится очень помогать, выходить из этой сложнейшей ситуации. Самое трудное – это когда люди не хотят нас слушать. Они нам не доверяют. Твой социальный работник, он ближе всего находится к людям, к тем людям, которые нуждаются в нашей защите и которому нужно протянуть руку помощи. Я поздравляю всех своих коллег с этим замечательным праздником, всех тех, кто отдаёт своё большое сердце людям. Я думаю, что это не профессия, это призвание души. И у нас работают именно такие люди. В городском округе Люберцы более 240 социальных работников. В детстве не обитаемо, снова любовь поселится. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкие ученики показали высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Именно эти ребята входят в олимпиадную сборную и защищают честь Московской области. С призёрами, победителями и наставниками встретился глава городского округа Владимир Волков. Подробнее расскажет наш корреспондент. Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Открывая встречу, глава Владимир Волков поздравил руководителей образовательных учреждений, педагогов и ребят с высокими результатами. В первую очередь, конечно, нужно вспомнить и сказать слова благодарности своим педагогам, учителям, которые вложили знания, которые сделали из вас тех умных ребят, которыми вы на сегодняшний день являетесь. За что низкий поклон, так как наставничество, передача опыта, передача тех знаний, которыми обладает сам учитель и вложение их в такую благодатную среду – это очень здорово. Степан Воронов из гимназии номер 16 стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Свой проект начал разрабатывать два года назад. Он изобрел универсального робота-манипулятора, который позволяет возмещать нехватку рабочей силы в производстве. Перевышение довольно актуальное в текущей экономической ситуации в России. Потому что рабочая сила сейчас находится в дефиците и такие устройства как никогда актуальны. Представляет из себя такую роботизированную руку человеческую, аналог, которая в различных условиях мелкосерийного производства может перестраиваться под новый тип производимых товаров. Для достижения высоких результатов на олимпиаде работает опытная команда педагогов городского округа. Среди них Алексей Воронов. Он преподает технологии в гимназии номер 16. В этом году под его руководством призерами и победителями стали семь учеников. Я вообще в олимпиадном движении с 14-го года. И за это время, это фактически 10 лет, за это время выработана целая система работы с детьми пошагово. То есть это фактически та же технология. Технология воспитания и обучения победителей и призеров заключительного этапа. Да, мы готовим их к тестам, да, обсуждаем вместе с ними проекты, да, то есть как бы помогаем им. Всего от городского округа победителями стали два, а призерами 13 человек. Теперь они могут поступить в любой государственный вуз вне конкурса и без вступительных экзаменов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы почтить память великого русского поэта и еще раз восхититься его творчеством, десятки человек собрались у памятника Пушкину в Томилине. На праздники побывал Богдан Колесников. Пушкин, он не только как бы источник русского языка и русской литературы, русской речи. Я думаю, что он является некой базой, неким основанием именно русского языка. Потому что он его укрепил, он его продвинул, он его совершенствовал. Образец, как надо правильно выражать свои мысли, это, конечно же, Пушкин. Он стал неким столпом русского языка, русской литературы, русской поэзии. И это сегодня мировая величина. Пушкин первым из русских поэтов заговорил простым народным языком. Этот язык в его стихах и сказках. За свою недолгую жизнь, а поэт прожил всего 37 лет, он написал 783 стихотворения, 15 прос, 14 поэм, 7 сказок, 6 драматических произведений и 1 роман в стихах. Евгений Онегин. Через наше великое творчество раскрывается наша неподтаённая, глубинная русская душа. Именно через Пушкина это всё начало быть и никогда не заканчиваться. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главой непокорный Александрийского столба. Я прожила всю жизнь в Томилино. И когда 6 июня 1968 года открывали памятник Пушкину, мы, конечно, все тут были. Это такое было для нас счастье. И вообще Пушкин – это такой человек. И вот 6 июня мы видели его праправнука, который приезжал на открытие. И для нас это громадный праздник. Каждый год 6 июня у памятника звучат стихи. Сегодня, в честь юбилея поэта, жителям предложили окунуться в эпоху романтизма и пригласили на Пушкинский бал. Праздник, посвящённый каждому ребёнку на земле ежегодно. 1 июня в России ещё нескольких десятках стран отмечают Международный день защиты детей. В Либрецких парках для маленьких жителей округа подготовили насыщенную развлекательную программу. На основной локации в Центральном парке работала наша съёмочная группа. Ваши аплодисменты, друзья! Первый день лета, жаркая погода и масса развлечений. Что ещё нужно для счастья детям? Организаторы праздника постарались делать всё, чтобы каждый ребёнок нашёл здесь занятие по душе. Любители творчества участвуют в мастер-классах, активные дети состязаются в конкурсах, а будущие модели позируют у фотозоны. Каждый день в парках проходят активности. То есть, Комитет по культуре организовал все подведомственные учреждения, которые в порядке очереди можно ознакомиться с афишей. В городских парках проводятся разные активности. Но сегодня, конечно же, у нас самая активная, самая масштабная программа. То есть, участвуют все. Никто не остался в стране. Концертная программа не менее насыщенная всей активности и развлечения под песни и танцы детских творческих коллективов. Для гостей праздника выступали маленькие артисты из городского округа Люберца и Москвы. С моими детьми пришли. Настроение очень хорошее. Все хорошо. Спасибо за такой праздник, организацию. Поздравляем детишек с праздником. Здоровья. Крепкого. Счастья, благополучия, успехов. И все в остальном. Чтобы у них всегда все было хорошо. Ради детей, наверное, мы живем, все делаем. Дети. Без детей никак. Поэтому мы многодетные. У меня троих дочери. Пришли. Старшая выступает с коллективом танцевальным ProDance. Мы пришли их поддерживать. Ну и погулять в парке. Какое лето без мороженого. Уже ближе к вечеру виновников праздника угостили любимым лакомством. После чего площадка Центрального парка запестрела яркими красками. Кульминацией Дня защиты детей стал фестиваль Холли. Ты считаешь себя самым веселым? Да! Молодцы! Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 1 июня праздник приходит даже к тем, кто находится в больнице. Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства, который проходит лечение в стационаре, ждало сразу несколько сюрпризов. Наш корреспондент расскажет обо всем подробнее. На несколько часов территория рядом с детской больницей стала большой развлекательной площадкой, где можно петь, танцевать, рисовать на асфальте. Так выздоравливать намного веселее. Вы в день в такой попали в больницу по разным причинам. Поэтому, конечно, от имени всего коллектива нашего, всех наших врачей, медицинских сестер, санитарочек, буфетчиц, от всех полных мы поздравляем вас с этим праздником. И желаем, чтобы вы никогда не болели и никогда больше к нам не попадали. С праздником вас, дорогие наши дети! Татьяна Мельник передала ребятам привет и поздравления от главы городского округа Люберца Владимира Волкова. Маленьких пациентов угостили сладостями, после чего пригласили посадить деревья. Это давняя традиция Московского областного центра охраны материнства и детства. Я попала в больницу, потому что у меня кость поломалась и сдвиг. У меня перелом и сдвиг. Я очень люблю лето, и мы поедем на море. В гости к маленьким пациентам приехал рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян. Силач сначала перетянул машину скорой помощи, потом показал детям несколько своих коронных номеров. Для меня важно поддержать детишек, потому что вся деятельность, которую я делаю, общественная, спортивно-патриотическая, так или иначе связана с молодежью. А что касается больных детей, то этот вопрос, наверное, не может оставить равнодушным абсолютно никого из взрослых. Мало того, когда-то в детстве я сам болел, и были травмы очень серьезные в молодом возрасте. Мне было важно поделиться с ребятами, смотивировать их на победу в здоровье и в своих свершениях жизненного пути. 18 мая в Подмосковье стартовал второй фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Свои лучшие номера профессиональному жюри представляют детские танцевальные коллективы со всей Московской области. На площадке в Центральном парке Люберец работал Богдан Колесников. В этом году городской округ представили 10 коллективов. Конкурсную программу открыла Люберецкая школа танцев «Дэнс-арт-студио». Выступления конкурсантов оценивали известные хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев. Мы выступали первые. Это было очень трудно, но это очень хорошо, когда мы выходим на сцену и издражаем зрителей. Егор нам стало очень хорошие слова. Мы будем работать над ошибками. Он сказал очень опусственные слова. Мы будем поддерживать его и продолжать в том же пухе. Члены жюри не только оценивали драматургию, хореографию, язык тела и отработку элементов танца, но и давали советы, как сделать выступление ярче и эффектнее. Я бы, может быть, чуть-чуть подприжал излишнюю драму в тот момент, когда там происходят какие-то вещи на полу, и вот эта эмоциональность излишняя, она начинает немного сбивать. Нам сказали, что мы должны больше сливаться с полом, то бишь, ну, располагаться, чтобы занимать больше места. Ну, мы сами довольны сегодняшним выступлением. Мы выложились сегодня. Мы рады. Мы очень довольны мнением жюри. Нам, в принципе, всё понятно, как они нам рассказали. Замечания мы учли. Будем исправляться. Но в целом мы рады оценкам жюри. На танцевальной карте Подмосковья зажглась ещё одна «Люберецкая звезда». Этому свидетельствовали не только овации зрителей, но в первую очередь оценки жюри. «Люберцы действительно показали очень хороший результат. Номера становятся интереснее, гораздо более качественно исполнены, и это не может нас не радовать. Это значит, что в прошлом году мы хорошо поработали. Ребята поняли, что им нужно подтягивать свой уровень для того, чтобы добиться победы в конкурсном дне. Ну и, конечно же, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Я надеюсь, что все они надеются на победу в гала». «Победителем сегодняшнего конкурсного дня в «Люберцах» становится танцевальный коллектив «Отражение». Театр танца «Отражение» представит «Люберцы» на галоконцерте в сентябре. В нём примут участие лучшие танцевальные коллективы Подмосковья. На Коренёвском карьере состоялся второй этап массового заплыва на открытой воде Кубок чемпионов «Свимкап». Это одиннадцатые по счёту ежегодные соревнования, которые собирают лучших пловцов со всей России. Городской округ «Люберцы» уже в третий раз стал площадкой проведения спортивного праздника. С места событий Луиза Ягиазарян. Лето пришло по расписанию. В первый же день плюс 30. Сезон плавания на открытой воде объявляется открытым. И по традиции он начинается с массового заплыва, где участники преодолевают дистанции от 1 до 3 километров, а также участвуют в эстафете 3 по 300. На этот раз попробовать свои силы вызвались более 250 спортсменов. У нас категории участников возможно от 14 до 70 плюс, поэтому в каждой категории у нас есть участники. Из городов, в основном, конечно, это Москва и Московская область, основная масса. А так география очень широкая. Есть Липецк, есть Воронеж, есть Тула, есть Тольятти. У каждого пловца индивидуальный чип, по которому отслеживается время. Выигрывает тот, кто быстрее всех преодолевает свою дистанцию и доплывает до финиша. Денис Гладченко из Москвы проплыл тысячу метров за 14 минут 12 секунд. Его результат самый лучший. На самом деле на результат не ориентировался, старался плыть в удовольствие. И в конце, раз остались силы, почему бы красиво не сфинишировать. Ожидалось, что будет холоднее, на самом деле. Когда тренировался в бассейне вообще еще по профессионалам, 27 градусов уже было невыносимо холодно. Здесь 22, прям вообще тепло. Независимо от результата, каждому участнику вручили медаль финишера. Что касается призовых мест, то на массовом заплыве разыграли 42 комплекта наград. Три, два, один! Уиза и Геозарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одно спортивное событие, которое прошло на территории Люберец – всероссийские соревнования среди студентов по деквандо ВТФ. Учащиеся вузов со всей стороны показали свое мастерство и поборолись за призовые места. Подробности далее. География участников всероссийских соревнований по деквандо масштабная – от Калининграда до Дальнего Востока. Участвуют около 200 студентов из 40 высших учебных заведений разной направленности. Это молодые спортсмены, которые неоднократно доказывали свое превосходство и заслужили право выступать на этой площадке. Я видел список спортсменов, все они участники, многие из них участники. Национальная сборная есть здесь, лучшие спортсмены своих региональных федераций, даже не леди, а знаю, что это очень стильные спортсмены. Они потенциальные президенты на другие важные соревнования. Здесь участвуют несколько тренеров, пять тренеров, представляющие федерацию теквандо городского округа Люберцы, обучающиеся в набережном Челенинском филиале университета Тизбева управления. То есть они учатся там, а здесь они работают тренерами. Возраст спортсменов от 17 до 25 лет. Участвуют как мужчины, так и женщины. Сильнейших теквандистов определяют по восьми весовым категориям. Соревнования проходят по двум дисциплинам – кирургии и пхомсе. Я уже участвую давно в соревнованиях от российской, с южной лиги теквандо. Это уже мои, получается, четвертые соревнования. Первый поединок прошел, как я и думал, практически в своем. Второй поединок я вышел с более опытным спортсменом. И моего опыта, так скажем, не хватило для того, чтобы хоть выиграть, хоть раунд, можно так сказать. Эти соревнования отборочные. Представители 10 вузов, которые займут первые места, примут участие во Всероссийской летней универсиаде. Она пройдет в июле в городе Уфа. В Люберцах стартовало первенство по футболу среди мужских команд. Матчи будут проходить в течение всего летнего периода в разных муниципалитетах. Первая встреча спортсменов состоялась в поселке Красково на стадионе «Электрон». Сейчас на поле играют люберецкие футбольные клубы «Люберцы» и «Гэлакси». Встречи между этими командами открывают серию летних игр, которые будут проходить в рамках первенства городского округа. Спортсмены играют по правилам большого футбола. Два тайма по 45 минут. Задача на сезон сыграть хорошо. Каждый матч по максимуму выкладывается. Команда у нас сплав молодости и ветеранов. Первые минуты показали, что, конечно, волнение есть, как всегда, стартовое. Турнир сегодня первая игра, часа. Но надеемся, что команда продолжит в том же темпе и забьет гол. На поле 11 игроков от каждого футбольного клуба. Всего в первенстве принимают участие 10 команд. Соревноваться будут как Люберецкий, так и из соседних муниципалитетов – Котельники, Латкарина и Дзержинский. Между первым и вторым кругом будет проведено розыгрыш Кубка Люберецкого района. В первый круг сыграют команды между собой, а полуфиналисты и финалисты будут определяться по другим игровым дням, по четвергам. А первенство проводится по вторникам. Подведение итогов первенства состоится в сентябре, а после завершающей игры лучшие команды поборются за главный приз – Кубок городского округа Люберцы и звание чемпионов. Этот матч закончился со счетом 9-4 в пользу футбольного клуба «Гелакси». А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова